Сегодня в полдень в храмах Русской Православной Церкви по всему миру звенели колокола. Благовес везал духовные центры в России, на Украине, Белоруссии, во всех странах СНГ и в 68 государствах, где есть русские храмы. Крещение Руси князем Владимиром, которое произошло в X веке, стало одним из главных в истории славян. Историки стали называть его Владимиром Великим. Церковь после кончины святым равноапостольным, а народ Владимиром – красное солнышко. Впервые за последние годы главные торжества, приуроченные ко Дню памяти святого, прошли в Москве, а не в Киеве. На этот раз традицию пришлось прервать из-за известных событий. Но все торжественные богослужения, отмечают священнослужители, прошли в молитвах о мире на Украине. Равноапостольный князь Владимир крестил всю нашу Русь святую в водах Днепра. И поэтому в свете того, что сейчас происходит на нашей Святой Руси, на Украине, ну не прийти сюда и не помолиться за мир на Украине было просто невозможно. Молитвами святого апостольного князя Владимира будем молиться за мир на Святой Киевской земле. Это же единственный святой, который объединил всю Русь, покрестил, перевел к единой вере. Все мы вместе теперь. Я была шесть раз в Иерусалине на Пасху. И знаю, что огонь дает Господь только православному. Поэтому Владимир выбрал веру правильную. На праздничное богослужение в сочинских храм святого князя Владимира сегодня пришли сотни горожан. Для каждого здесь приготовили угощения. Десятки коробок со сладостями и сотни литров кваса пожертвовали местные предприниматели. Возвращаясь же к истории, следует отметить, что на Черноморском побережье Кавказа христианство проникло гораздо раньше крещения Руси в VI веке. Не так давно археологами обнаружено 14 христианских храмов визотистского происхождения и относят их именно к эпохе раннего средневековья. Храм в селе Веселое, который нам преподнес интереснейшие предметы христианского культа. Это и плита, которая экспонируется сегодня в музее с библейскими сюжетами. Это и такие плиты храмовые, где обозначена христианская атрибутика. И многие другие предметы. Кресты нательные, кресты купольные. Эти храмы, они нам несут не только информацию о культуре того периода, но и о верованиях жителей Черноморского побережья Кавказа. И вот нам стало известно, что они, так сказать, были вовлечены в эти верования гораздо раньше, в VI веке. Добавлю государственной памятной датой. День крещения Руси в России стал в 2010 году. Татьяна Нагорская, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.